Дхарма Вишен Дхарма Вишен Открытие буддизма Все о карме Киану Ривз, мы все хотим быть счастливыми. Когда вы думаете, что ваша судьба в руках Бога или что все происходит случайно, вам кажется, что у вас нет контроля над ходом событий. Невозможно самому строить свое будущее. В буддизме признание закона причинно-следственной связи или кармы – это ключ к пониманию того, что мы сами создаем свой мир, совершая действия на уровне тела, речи и ума. Стоит вам по-настоящему понять, что такое карма, и становится ясно, что вы отвечаете за все, что происходит в вашей жизни. Осознание того, что будущее в ваших руках – источник колоссальной силы. В этом фильме мы узнаем о фундаментальных законах кармы и о том, как изменить свой мир. Мотивация Тело, речи и ума – вы создаете то, что потом испытываете в своей жизни. И что природа того или иного поступка, является он позитивным или негативным, определяет лежащие в его основе мотивации. И потому уже на этом этапе становится совершенно ясно, как важно следить за мотивацией. Поэтому, перед началом просмотра этого фильма, для того, чтобы зародить в поток своего ума наиболее жизнеспособные семена, которые принесут счастье нам, самим и всем живым существам, давайте зародим наиболее сильную мотивацию Бодхичитты, высшее из всех намерений, как можно скорее достичь состояния Будды, чтобы суметь освободить всех живых существ от страданий и привести их к совершенному счастью просветления. Учителя И глубину знаний Рейна была выпускающим директором издательства «Виздом Пабликейшнс» и буддийского журнала «Мандала». Сегодня она возглавляет проект «Либерейшн Призн», который помогает заключенным США и Австралии желающим практиковать буддизм. Как мы возникли? Христиане говорят, вас создал Бог. Западные материалисты – мама с папой. Буддисты же утверждают, вы возникли из предшествующего момента своего осознавания. Следствием этого утверждения становится концепция, которая является центральной для всех практик буддизма. Концепция кармы – взаимосвязи, причины и следствия. Карма. Если вам так нужно найти творящее начало в буддизме, так вот оно. Если вы хотите найти ответ на вопросы «Кто я?», «Зачем я здесь?», «Откуда я взялся?», «Кто меня сотворил?», «Почему мир таков?», «Откуда все эти страдания?», «Откуда эти луны и солнце?» Буддизм отвечает одним словом – карма. Когда вы задаете вопрос «Кто меня сотворил?», Будда отвечает прямо – «Вы сами». Наше сознание нематериальное, не создано Богом, Буддой, не создано родителями. Тело – да, сперма и яйцеклетка превратились в наше красивое тело. Прекрасно, что наши родители дали нам это тело. Но то, кто вы такой, ваша личность, ваши характеристики, склонности, любовь, ненависть, гордость, ревность, умственные способности – не созданы мамой с папой. Наша любовь к ним вовсе не доказывает, что они все это нам подарили. Сознание безначальное, не сотворено, не возникло непонятно откуда в результате каких-то случайных событий, которые упали с неба. Оно нематериально и не сотворено. Это основные характеристики ума. Для буддиста и человека, пытающегося понять буддизм, эти слова – ключ к пониманию того, как практиковать и как развиваться. Все буддийские учения стоят на этих идеях. Все, что мы говорим, делаем и думаем, в буддийском смысле – это карма. Все, что мы говорим, делаем и думаем – это семена, которые мы засеваем в свое сознание, и они принесут плоды, подобные тому, что мы засеяли. Отличный ответ на вопрос «почему». Почему вам причиняют вред? Почему вас любят? Эта идея налагает колоссальную ответственность, но также открывает большие возможности, потому что говорит нам – все возможно изменить. Карма помогает помнить. Только ваш собственный ум и никто иной является творцом вашей жизни. Лама Сопа Римпоче Четыре принципа кармы Карма проявляется непременно. Карма приумножается. Нужно совершить действие, чтобы получить результат. Карма не исчезает. Чтобы изменить ее, нужно ее очистить. Достопочтимый Рибур Римпоче Рибур Римпоче родился в Восточном Тибете в 23-м году. В возрасте пяти лет в 13-й Далай-Лама признал в нем шестое воплощение ламы из монастыря Сарамэ. Он поступил в Сарамэ и в 24-е годы получил ученую степень геше. Он медитировал и преподавал тхарму до 59-го года. Затем свыше 20-ти лет жил в оккупированном Тибете, испытав все ужасы китайских репрессий. В 80-м, получив разрешение вернуться к религии, помог построить новую ступу для побонки Римпоче. Преподаю в центрах США, Азии и Европы. Кармические действия и их результаты обладают четырьмя основными характеристиками. Первое. Какое бы действие вы не совершили, оно обязательно принесет результат, соответствующий ему результат. Второе. Результаты любого совершенного вами действия приумножаются. Результаты любого действия растут, и впоследствии этого результата оказываются гораздо шире и значительнее, нежели само действие. Третье. Если действие не совершено, невозможно получить результаты. И, наконец, если действие совершено, вам непременно придется испытывать его результаты. Они никуда не исчезают. Поэтому так важно для нас позаботиться о том, чтобы ни одного дня не проходило без очищения негативной кармы, негативных действий, которые мы накопили за этот день. Поэтому я всегда советую. Каждый день перед сном мысленно прокрутите назад свой день. Вспомните, что вы сделали. Определите, какие благие дела вы совершили. Порадуйтесь накопленным вами заслугам. Когда вы радуетесь накопленным заслугам, положительные результаты ваших благих дел приумножаются. Затем зародите в своем сердце огромную решимость совершить эти действия снова, на другой день и впоследствии. Подумайте о совершенных вами неблагих делах. Примените четыре силы противодействия. Добейтесь уверенности, что вы действительно очистили те неблагие дела, которые накопили за день. Что вы остановили их способность к приумножению, росту. А затем развейте в себе решимость не повторять таких действий на другой день. Это очень важная практика для вашего сердца. Если говорить кратко, необходимо постоянно сохранять осознавание, следя за тремя вратами. Телом, речью и умом. Когда вы один, следите за своим умом. Что происходит в моем уме сейчас? Устремляется он к благому или неблагому? Если выясняется, что ваш ум устремляется к неблагому, применяйте силы противодействия по отношению к данному конкретному неблагому деянию. И возвращайте свой ум к благому. Когда же вы находитесь в обществе других людей, главным образом следите за своей речью. Если человек хочет быть счастлив, даже претерпевая колоссальные трудности, он должен убедиться в существовании закона кармы. Ведь если вы знаете, что страдание является следствием наших предыдущих действий, вы понимаете, что стоит вам совершить действие, и результат будет испытывать никто иной, кроме вас самих. Поэтому если сегодня я переживаю страдания, на самом деле я избавляюсь от тяжкого времени негативной кармы, которую я накопил в прошлом. И это размышление само по себе помогает полностью очистить наш ум от страданий, даже в самое тяжелое время. Четыре силы противодействия. Сила прибежища. Сила раскаяния. Сила применения противоядий. Сила решимости не повторять негативных действий. Буддийский монах Туптен Дон Друп. Туптен Дон Друп полностью посвящен на монах из Австралии, практикующий тибетский буддизм в течение 26 лет. Он преподавал в центрах ФПМТ в 13 странах мира. Туптен Дон Друп известен своим доступным стилем изложения учений, обширными знаниями, искренним сердцем и удивительным смирением. Учение в Валенте, Испании. Давайте разберемся, в чем суть учений Будды. Что является самым главным? Некоторые говорят «учение о сострадании», то есть учение о бодхичите. Другие могут сказать, что самым важным является учение Будды об истинной природе нашего «я» и других явлений, то есть учение о мудрости. Третьи скажут что-то еще. Но я думаю, что мы должны назвать самым важным изучением Будды учение о законе причинно-следственной связи. О карме. Это самое важное учение Будды, потому что оно содержит в себе все остальные учения. Если мы поймем, что такое закон причинно-следственной связи и будем опираться на него в своей жизни, мы сумеем развить любовь, доброту, сострадание и в конечном итоге бодхичиту. Применять закон причинно-следственной связи в повседневной жизни весьма разумно. Это способ взрастить мудрость. Если мы будем руководствоваться законом причинно-следственной связи как самым главным принципом нашей повседневной жизни в любой момент времени, то, поступая так, мы взрастим отречение. Представим, что у нас есть шанс пережить мимолетное счастье. Мы очень привязаны к этому мимолетному счастью. Но затем мы вспоминаем учение о законе причинно-следственной связи. И вот мы думаем, какие действия мне придется совершить ради этого мимолетного счастья. Может быть, мне придется лгать, пойти на воровство или совершить что-то еще. По меньшей мере, мне придется идти на поводу у собственной привязанности, у собственных желаний. В силу этого я буду порождать негативную карму. Негативные действия отложат на мой ум негативные отпечатки. В погоне за этим мгновением мирского счастья я создам потенциальную причину для страдания в будущем. Опора на закон причинно-следственной связи это ключ для развития всех качеств на пути к освобождению и просветлению. В этом наше главное прибежище. Понимание закона причинно-следственной связи в развитии веры в него. В стремлении осознанно помнить о законе причинно-следственной связи в повседневной жизни, для того, чтобы руководствоваться им. Лама Сопа Римпоче как-то шутил, что одной осознанности недостаточно. Вот я беру нож, вот я вонзаю его в тело этого человека. Я вонзаю его очень аккуратно. В такой осознанности нет никакого толку. Настоящая осознанность имеет нравственную подоплеку. Когда совершая поступок, мы осознаем, является он благим или неблагим. Когда мы понимаем, что этот поступок станет источником страдания, сейчас и в будущем, или же это действие тела, речи и ума принесет счастье, сейчас и в будущем. Вот такая осознанность нам нужна. Осознанность, связанная с пониманием закона причинно-следственной связи и верой в него. Чем сильнее вера, тем с большей энергией мы будем удерживать себя от негативных действий, от произносения дурных слов, появления в уме дурных мыслей, совершения дурных поступков. И чем лучше мы понимаем закон причинно-следственной связи, тем яснее для нас, что является негативным, что приносит вред нам самим и другим существам. Это ключевое учение, ключевая практика. Все миры возникают в результате кармы. Мастер Васубандху Ученики Что для вас карма? Буддийская монахиня Эми Миллер Я работала в Вашингтоне в политике, в атмосфере высоких скоростей. Когда работаешь в Вашингтоне, да еще в политике, ты понимаешь, что люди лгут, и это часть твоей профессии – лгать. Тебя подталкивают ко лжи и награждают за ложь. Начальство подходит к тебе, и если тебе удалось обмануть клиента или заказчика, тебе говорят, «Молодец, ты здорово провернула эту сделку, великолепно. Ты выбила из них 5000 долларов, отлично». Нам приходилось врать постоянно, и я не видела в этом ничего такого. Я думала, так и надо. Мне было где-то 27, когда я познакомилась с учением Будды в Непале. Я слушала учения о карме, и слушать эти учения было тяжело. Там говорилось, если будешь лгать, то породишь такую карму, что никто и никогда потом не будет тебе верить. «А если будешь воровать, то в результате другие будут обворовывать тебя, и ты будешь лишаться ценных для тебя вещей». Все эти учения сводились к следующему. «Если ты сделаешь что-то дурное, дурное затем случится с тобой. Если ты злишься на кого-то, то порождаешь причину, чтобы другие злились на тебя, кричали на тебя. А я не люблю, когда на меня кричат. Никто не любит». Мне понравилось учение, которое называется «О десяти неблагих деяниях». Иногда его также называют «О десяти нравственных заповедях». Не убивать, не воровать, не допускать безнравственного сексуального поведения, не лгать, не сплетничать. Я попыталась пожить в соответствии с ними. А ведь ложь была одной из основных составляющих моей работы. Я к ней привыкла. Вернувшись в Америку, я сменила работу. Я изо всех сил старалась не лгать. И поначалу у меня было такое ощущение, что люди, с которыми я работаю, не прислушиваются к моим словам. На протяжении двух лет я была очень серьезна в этом вопросе, очень осторожна в своих отношениях с людьми, старалась не лгать. Я внимательно следила на работе, в деловом общении, за тем, чтобы не лгать. И через 2-3 года что-то изменилось, люди начали меня слушать, стали мне верить. Так мой мир стал меняться. Говорится, что когда ты меняешь нравственную основу своих поступков, говоришь правду, спасаешь жизнь другим, выпускаешь на свободу животных, проявляешь уважение в отношениях с людьми, особенно в том, что касается близких отношений, стремишься к гармонии в отношениях, стараешься относиться с уважением не только к своей собственности, но и к чужой, когда берешь у кого-то какую-то вещь на время, следишь за тем, чтобы твоя речь была чистой, твоей речью, стараешься взращивать благие помслы, то замечаешь, что мир вокруг постепенно меняется. Когда вы просыпаетесь утром, у вас есть 2 варианта, прожить этот день хорошо или плохо. И даже когда случается что-то плохое, дальше все зависит от вашей реакции. Вы можете сказать, сегодня случилось неприятное происшествие, но я не стану сердиться на своих друзей, потому что иначе этот гнев вернется ко мне. Когда вы это понимаете, то перестаете реагировать. Почему они так со мной? Это не честно. В мире кармы нет слова несправедливости. Иногда кажется, что с вами обходится несправедливо, но в действительности вы сами все это породили. Что приятно в карме, она дает нам возможность управлять своей жизнью. Никто не решает за вас. Вы не жертва. Вы сами определяете, какие семена вы хотите сажать сейчас и в дальнейшем. Когда я внимательно слежу за тем, что совершаю на уровне ума, тела и речи, то чувствую, что это дает мне шанс сделать свою жизнь лучше. Тара Мелвани. Для меня учение Будды что-то вроде бизнес-плана. Если у вашего плана нет прочной основы, тогда, что бы вы не запланировали, это не состоится. Ваш план обречен на провал. Я подумала, надо проанализировать те трудности, с которыми я сталкиваюсь на работе, а затем подумать, какие причины я заложила в прошлом. Потому что все мои страдания имеют причину. Основная проблема, с которой мы сталкивались, заключалась в том, что мы несли убытки из-за хищения товаров. Каждый год товары, одежда, люди воровали их с наших складов, из наших магазинов, и мы узнавали об этом только в конце года, когда мы проводили инвентаризацию и обнаруживали, вот это да, столько товаров пропало. Я обратилась к учению и, проанализировав все, поняла, что причина нашей сегодняшней ситуации кроется в том, что мы сами совершаем неблагое деяние, присвоение чужого. Каким образом присвоение чужого связано с хищением товаров с наших складов? Присвоение чужого существует в разных формах. Я подумала, иногда наша компания не осуществляет своевременных платежей. В каком-то смысле задержка платежа тоже может считаться присвоением чужого. И когда я поняла это, я сказала себе, надо менять ситуацию. Мы провели переговоры с нашими поставщиками и добились более длительных сроков кредита, продлив их до того дня, когда нам, как казалось, мы сможем осуществить платеж. Мы должны были применить это противоядие, чтобы остановить накопление причин, которые бы привели к дальнейшим потерям и дальнейшему хищению. Если нужно принимать меры, надо действовать незамедлительно. И мы сделали то, что должно было нам помочь. В результате, за последние два года хищение со складов сократилось. Для меня это доказательство того, что учение Будды работает. И чем больше доказательств я получаю, тем сильнее мне хочется изучать дхарму, потому что я понимаю, я могу изменить свою жизнь. Если мне не нравится то, что со мной происходит, то буддизм очень добр. Он позволяет все изменить. Вы можете сами создать свое счастье, но вы также должны понимать, что и страдания вы создаете сами. Мне нужно было это понять. Я сама создаю свои страдания. Никто в них не повинен. Только я заложила эти причины в прошлом. Я могу возразить. Ничего такого я не делала. Но если моя память не удерживает даже те события, что произошли полгода назад, как я могу помнить те неблагие поступки, которые я совершила 10 лет назад, 20 лет назад, я их не помню. Все обстоит так, что я породила этот сад и в нем полно сорняков. И теперь надо пропалывать сад, очищать его, накапливать заслуги, постигать учения, вверять себя лами, делать все, что приносит счастье. Если я буду счастлива, то смогу принести пользу другим. Они будут рады работать в моей компании, потому что дела будут идти хорошо, и они получат вознаграждение. Все извлекут пользу. Абсолютно все. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ. Режиссер и продюсер Кристина Ланберг. Монтаж Аманда Белл Лотос. Операторы Кристина Ланберг Матео Пасигато. Помощник по монтажу Лиза Леви. Графика Адам Фокс. Музыка Наван Кичок Крис Хинс. Уилл Йодер и Жири Девуань. Фильм озвучен по заказу фонда Сохраним Тибет. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...